Комната отдыха, дежурная часть и бокс для спецтранспорта. Здесь все как в обычной пожарной части, но разница лишь в размерах самого строения. На этом месте раньше стоял заброшенный фельдшерский пункт. Сделать капитальный ремонт удалось за полтора месяца. Но и это еще не все. Здания в ближайшее время будут расширять. В дачном у нас есть и дома пятиэтажные, сюда необходима автолестница. И в дальнейшем планируется сделать пристройку, разместить здесь и автолестницу, и автомобильную цистерну. Из техники пока здесь лишь штабной УАЗик и многотоннажный ЗИЛ. Этот автофургон на базе отечественного грузовика носит имя АМОР. Внутри, кроме различного спецоборудования, две емкости по тысяче литров каждая. Это немного, но прийти на помощь попавшим в огненную западню в первые минуты пожара хватит. Пожары там долго думать не дают, не надо. Загорит и все. В моей жизни были такие ситуации. Поэтому, что открыли пожарный пункт или пост, это очень хорошо. Нам нравится. Все только приветствуют. Сергей Фомин – один из девяти квалифицированных спасателей. За плечами семь лет работы в МЧС. Нести службу соловьевские брандмейстеры будут сутки через двое. Маленький коллектив, но задачи у него серьезные. Помимо вызовов по линии 01, дежурная смена также будет выезжать и на федеральную трассу. За спасателями оказание первой помощи сахалинцам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. Ну а кто, если не мы? Кто-то же должен помогать людям, защищать. Мы каждый можем оказаться на месте погорельца. Поэтому кому-то же надо это выполнять. Не знаю как. Пришел сюда, поработал, понравилось. Остался. В планах у сахалинских спасателей открыть шесть подобных мини-пожарных депо еще в нескольких районах области.